Друзья, всем привет! Вы на канале Азия Китай и с вами Андрей. Сегодня я расскажу вам о Таиланде. Королевство Таиланд находится в Юго-Восточной Азии, является мировым производителем трансов жена мужчин и мужей женщин, а также иных представителей третьего пола, которые здесь пользуются всеобщим уважением и почетом. Запомни, мой анонимный зритель, ни в коем случае не лезь драку с этими персонажами, а лучше предотвратить конфликт еще на стадии его зарождения. Ибо местное правосудие вряд ли встанет на сторону фаранга, как иностранцев называют тайцы. Тай в поле зрения руссо-туриста попал относительно недавно, но уже успел немного испортиться. Написи на русском языке в популярных местах об этом свидетельствуют. Однако, есть в Таиланде места, в которые нога руссо-туриста или совсем не ступала, или скорее всего будет ступать чуть реже, чем раз в полгода. В первую очередь это относится к северным провинциям, в которых нет моря, парков, развлечений и доступных фей. Зато есть слоны, красивые виды и восхитительная природа. Ну кому она интересна, если нет отелей, все включено и бесплатного бара. Кстати, о досуге. Сей тропический край готов предоставить твое полное распоряжение самые разные виды наслаждений. Паттайя – центр этого самого чуть более чем полностью забита дамами и третьими полами всех видов и мастей. Достаточно выйти после шести вечера на Уолден-стрит или Суэ-6, зайти в любой гоу-гоу-бар. В большинстве случаев вступить в связь с тайкой, ну или тайцем, кому как нравится, любого возраста можно только за деньги. Не в их национальном характере знакомиться ради бесплатной любви, и если ты не платишь по прескуранту, будешь платить карманником или уснешь глубоким клофелиновым сном. Но, как и везде, в любой другой стране Азии существует множество лазеев. К слову о прескуранте. Стоит тайское гостеприимство, если не в элитном районе и без выпендрежа – около тысячи или трех тысяч бат. Еще в Таиланде есть слоны, местная мифологическая древность с разваленными джунглями и прочая приятная к глазу дива дивная. Но увидеть все это можно только оторвав пятую точку от дивана, что для руса-туриста представляет немалую проблему. Любителям веществ на момент посещения Таиланда лучше всего закодироваться от приема оных препаратов, не покупать их на месте и не вывозить, так как наказания в Таиланде варьируются от 25 лет до секир-башки. Также веществ там все равно много, но мой совет – не рискуйте. На острове Панган, что недалеко от Самуира, в месяц проходит фрей-фестиваль, который называется Full Moon Party, на котором все распространяется в количествах 100-500. Мне также довелось побывать на этом фестивале. О своих приключениях без цензуры я ежедневно рассказываю в телеграм-канале. Там же появляются и новые видео немного иного характера, нежели здесь. Советы по посещению Таиланда Не покупайте путевку в туристических фирмах. Организовывайте свой отдых самостоятельно. Причина этому простая. Организация туристической фирмы индивидуального тура, настоящего, а не в рекламной брошюре – вещь дорогая. А проблем с ней больше. Естественно, любая нормальная туристическая контора торгует путевками оптом и крупными партиями. Чартер, пара отелей, на каждом курорте есть система стадной организации туристов. В итоге, купив путевку, вы с гарантией 99,99 окажетесь в окружении Руссо-туриста. Минусы такого способа вполне очевидны. Придется заниматься организацией отдыха минимум месяца за два-три, а не горячая путевка в течение трех дней и активно использовать верхнюю голову. Естественно, в случае облома винить будет некого, кроме как самого себя. Даже если вы сами себе турфирма, проверяете отель, куда отправляетесь. Как уже было сказано выше, путевки продаются оптом. Крупным оптом и достаточно часто отдельно взятый курорт держит очень небольшое количество фирм на город, а иногда и вовсе одну или две. Именно эти фирмы, называемые туроператорами, заключают договоры с отелями, авиапереводчиками и прочими элементами туристической цепочки. Остальным же турфирмам эти путевки банально перепродаются с комиссией около 10% от стоимости путевки. Методика удобная, проверенная временем и позволяющая предоставить большой выбор курортов при минимальных вложениях. Для нас с вами главное, что концентрация руса туриста на отдельно взятом курорте локализована лишь в нескольких отелях. Таким образом, достаточно выяснить название этих отелей и все дело в шляпе, ищем Google Maps или специализированный сайт по отелям и бронируем отель за пределами зоны поражения руса туриста. И далее лишь наслаждаемся отдыхом. А посмотреть фото и видео с моего отдыха в странах Азии также можно и в инстаграме. Связаться со мной также сможете без проблем там. Лайфхаки. Старайтесь летать обычными авиарейсами, а не чартерами. О причинах было подробно рассказано выше. Кроме того, такие рейсы часто отменяют и переносят. По возможности не ездите в основной туристический период. Обычное время на курортах Таиланда делится на три сезона. Горячий, когда приезжает большая часть туристов. Он нам не нужен. Плохой, когда никто не приезжает, так как курорт находится в плохом негодном состоянии. Например, проливные дожди, холода, радужные фестивали и прочая дичь. Нас же интересует, собственно, золотая середина, когда толпы туристов не налетели на курорт стремительным домкратом. Но отдыхать уже можно и отдыхать хорошо. Обычно это очень курортный период от двух недель до месяца. Ловите момент и получаете профит. Олса Капитан Ищеброд замечает, что вне горячего сезона обычные цены ниже. Есть чудо-издательство, которое специализируется на самостоятельных путешествиях. Называется оно Lonely Planet. В нем есть тонны полезной информации о не туристическом Таиланде, а также годные лайфхаки. Ну что же, это была основная самая годная информация о Таиланде. Если вы захотите узнать больше, пишите об этом в комментарии. Я также запилю новое видео, в котором расскажу, куда, собственно, стоит ехать в Таиланде, где нет концентрации русо-туристов и чем там можно заняться. Друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в Азии. Всем пока!